Владимир Поселягин. Сеятель. Читает Макс Радман. Читает Макс Радман. Читает Макс Радман. С двумя я еще справлюсь, даже в таком теле, с тремя уверенности уже нет. Когда принесли ужин, судя по каше, с рыбой сейчас ужин. Я поел, чай выпил, бросив пластиковую одноразовую посуду через подвальное окошко в мусорный мешок, который держал охранник. После этого умылся под умывальником. Тут все монументальное, не оторвешь, и стал изучать себя. Зеркал в камерах не было, так что больше на ощупь. Что ж, опыт у меня немалый, тем более, что когда жил Смай, моей вьетнамской принцессой, закончил в Аргентине медицинский университет, получив профессию полевого хирурга. И при этом я был офицером запаса. Не раз приходилось свои навыки использовать, пока мы работали вдали от цивилизации. Так вот, что я скажу, изучая себя. Мне не больше 15 лет. Телосложение стройное, худощавое, может быть, даже слишком. Думаю, что это от недоедания. Возможно, парнишка из неблагополучных, бродяга. Только вот зубы все на месте, и, похоже, над ними работал опытный стоматолог, что не подтверждает мою версию. Никаких отметин я не нашел, разве что от местной исследовательской аппаратуры и уколов. Ни шрамов, ни ожогов. Волосы светлые, я вырвал клок. На ощупь лицо правильное. В общем, зеркало нужно, но у меня точно славянская внешность. Одет я был в специальный синий медицинский костюм для пациентов. Бирок или чего-то подобного не было. Костюм слегка не по размеру, великоват, но не страшно. Кроме синего костюма только тапочки. Даже белья не дали сволочи. В принципе, тело мне досталось крепкое. Мускулы чувствовались. Думаю, парнишка не так давно активно спортом занимался. И судя по накачанным мышцам, он троеборец или просто бегун. Хотя верх тоже неплохо подготовлен, не только ноги. А зноб уже прошел, хотя температура держалась. По этой причине я решил пока полежать. После ужина в сон тянуло, поэтому улегся на койке, она к стене намертво прикреплена была, и, завернувшись в одеяло, уснул. Я помню про побег. Но не время пока. Несмотря на то, что я тут в родном теле провел 4 года, про лабораторию я практически ничего не знал. Знал лишь свою камеру, блок содержания, два коридоры и исследовательский корпус, куда меня пристегнутого к каталке возили охранники. Это все. О том, где я нахожусь, лишь догадывался. Радио, которое мельком слышал, говорило на литовском. Значит, в Литве. Меня даже привезли сюда в бессознательном виде. Съел обед в тюрьме, уснул, очнулся в камере у этих безумных ученых. Вот такая история. Следующую неделю я готовился, занимался в камере, качался, давал проводить замеры. Я знал, что в течение двух недель после ввода штамма меня будут только изучать, не более. Причем штамм не опасный, раз все без защитных костюмов были. Вот когда я находился в родном теле, мне два года кололи самые опасные штаммы, только в костюмах заходили. Да и камера была оборудована с вытяжкой и всем необходимым. А тут обычная комната. Ничего, привык. Кормят хорошо. Но из-за занятий все быстро пролетало, не в мясо шло. Так что как был худощавым, так и остался. А пока я готовился к побегу, размышлял. Охранников взять можно, не проблема, как я думал раньше. Вот только вооружены те электрошокерами да дубинками. Ничего огнестрельного и опасного. Однако я надеялся, что у меня будет повторный шанс. И если в первый раз не получится, то с его опытом продвинусь дальше, пока не вырвусь на свободу. Да не просто убегу, а освобожу всех пленников и подопытных, включая местного Федора. Тому, конечно, уже девяносто, но я имел право называть его по имени, несмотря на возраст. Сидя на койке, как раз обед прошел час назад всего, я расслышал шаги из-за двери. Они эхом доносились. Это точно ко мне. Время я чувствую отлично. А через час придут к несчастному в соседней камере. Пописку, что иногда доносился, похоже, что это женщина или девушка. А может и ребенок. Я пока готовился, пытался вступить в контакт с соседями. На голос примчались охранники. После нескольких ударов тока шуметь как-то расхотелось, так что перестукивались. Сосед справа отвечает, а вот женщина слева нет. Или все же там ребенок. Скрипнула открывшаяся дверь, вырывая меня из размышлений. И вошедшие охранники зафиксировали меня на койке. Не пристегивали, хотя с буйными именно так поступали. Явно не ожидали опасности от подростка. Один встал в голове, другой в ногах. А к койке подкатили столик со всем необходимым. Все это было рутиной, это я давно заметил. Даже охранники были расслаблены, не то что лаборант. Поэтому, когда я схватил лежавший на столике зажим, к сожалению, кроме него вблизи ничего не было, метнул в того, что стоял в ногах. Это стало полной неожиданностью. Хотя лаборанты охранника в голове отреагировали с похвальной быстротой, но я все же оказался быстрее. Пока тот, что в ногах оседал, острый конец зажима вошел ему в глаз и, похоже, достал до мозга, я перековыркнулся через голову и ударами обеих ног ударил по подбородку у второго охранника. Хотя тот успел схватить мои руки, но удары ногами пропустил и отлетел к стене, сползая в бессознательном состоянии. Однако оставался лаборант. Тот прыгнул на меня, набирая воздуха в легкие. У них по инструкции в случае внештатной ситуации нужно сразу орать, чтобы на шум помощь подоспела. Однако я и не пытался уйти от него. Наоборот, принял его на колени, которые успел поджать после удара, так что тот рухнул на них. Чую пару ребер он сломал. Видимо, прыгнув, он хотел спеленать мне руки, удержав своим тяжелым телом, и поорать, вызывая на помощь, но я этого ожидал. Однако, несмотря на повреждения, замысел свой он исполнил и руки схватил, разведя их на ширину плеч, и навалился на меня. Ни вздохнуть, ни охнуть, еще и с поджатыми ногами оказался зафиксирован. Но пока хрипел, пытаясь отдышаться, чтобы заорать, но я начал распрямлять ноги, дергая руки, и неожиданно освободил одну. Тот пытался снова ее схватить, однако я ударил костяшками кулака ему в висок. Вырубил. Ногой оттолкнул столик, он откатился, а я с некоторым трудом сбросил тушу лаборанта с себя и отдышался. Адреналин так и пер. Сердце готово вот-вот выскочить от груди, костюм насквозь мокрый от пота, но все же медлить я не стал. Времени, чтобы прийти в себя, выделил пять секунд и, встав, занялся отделом. Теперь у меня полчаса, пока не поднимется тревога. Все замеры лаборанта занимали примерно это время. Так что, быстро осмотрев столик, я взял шнур от прибора и, отсоединив его, накинул удавку на второго охранника. Первый затих, хотя мелкая дрожь по телу ранее пробегала, но пульса нет, я проверил. Второй тоже задергался, помычал, но руками не шевелил. Видимо, хорошо я его ногами приложил, не очнулся. Тут лаборант застонал и зашевелился. К счастью, охранника я уже додушил, так что, прыгнув на спину лаборанту, накинул удавку и стал душить и его тоже. Минуты две борьбы, я даже удивился продолжительности, пока не затих. Еще раз проверив, убедился, что все трое мертвы. Теперь по одежде. Ничего мне по размеру не подходило, однако ботинки на высокой шнуровке у одного охранника были вполне в пору. Всего на размер больше, 42-й где-то. Также я позаимствовал штаны со множеством карманов. У бывшего хозяина кишечник не освободился, как у двух других, поэтому и снял. Ремень застегнул с рацией, дубинкой, шокером и наручниками. Форма охраны черная, мешковатая, военизированная, с надписями на спине и на груди. Дальше надел куртку, утонув в ней, кепку на голову и, осмотрев себя, вздохнул. За охранника меня не принять даже издалека. В коридоре камеры наблюдения, так что о побеге узнают быстро. Я согнал складки назад, сунул сзади за ремень второй шокер, они в виде пистолетов были, и, как я понял, выстреливали контакты на проводах и били противника током. Кстати, тут регулятор был, я поставил на максимальную мощность у обоих. После этого ключом, целая связка на ремне у одного была, открыл дверь камеры. Она изнутри запирается, что охранники и делали, запустив лаборанта, но и, выйдя наружу, запер дверь и, уверенным шагом, направился прочь от исследовательского корпуса. Охранники всегда с этой стороны подходили, значит, и комната, где сидит тот, кто наблюдает за картинками от камер наблюдения, тоже где-то тут. Пока все было тихо. Полный разворот плеч, козырек бейсболки скрывает лицо, шагая уверенно. Подойдя к решетке, я открыл замок, закрыл решетчатую дверь, заперев ее. Сразу вторую такую же дверь открыл и закрыл за собой и направился дальше по коридору, повернув за угол. Тут уже нормальные двери были. В этом месте бывать мне не доводилось. Блок содержания и камеры с пациентами остались за спиной, а тут, видимо, служебные помещения. А на стене план эвакуации висел с отмеченными помещениями. Что интересно, камер содержания на нем нет. Те места отмечены как подсобные помещения. Мелько вглянув на них, отсчитав три двери справа по ходу движения, подошел и потянул за ручку. Закрыто. Тогда я постучался. К моему удивлению, раздался щелчок, потянул, и дверь открылась. Входя в комнату, доставая оба шокера, я уже понял, почему тревоги еще нет. Охранник, что должен был наблюдать за мониторами, сидел к ним спиной и ржал от шуток еще одного охранника, сидевшего на диване. А всего в помещении их трое было. Наблюдатель, тот, что на диване и в открытой двери в соседнее помещение, стоял и вытирал руки тряпицей еще один. Выстрелил я в этих двоих. Того, что в дверях и в наблюдателя. Первый мог запереться в помещении, не достать, а рядом со вторым кнопка тревоги. Так что, использовав шокеры, те тряслись от ударов тока, я отшвырнул их и, выхватив дубинку, ударил по ногам тому, тот уже вскочил, доставая свое оружие. К моему удивлению, из кобуры показалась берета, а не шокер. Действовал я быстро. Удар по ногам, а потом под вскрика охранника, это болезненно, так резиновой дубинкой по коленям, и по затылку. Тот повалился на пол замертво. Пока эти двое дергались, я подскочил к третьему. Забрал из рук берету, проверил, оружие боевое, не резиновые пули. Бывший хозяин успел привезти пистолет к бою, что и дало мне время. Сменил на ремне кобуру шокера на ту, что для береты, перекинул три чехла с магазинами для нее. После этого стал обыскивать охранников. Деньги и мелочевка. Заглянул в открытую дверь. В помещении только две двери было, в коридор и соседнюю комнату, которая оказалась арсеналом. Теперь понятно, почему первый охранник руки вытирал. Он тут чистил оружие. На столе лежал автомат MP5. Незваных гостей я не опасался. Дверь запиралась автоматически, и открыть ее мог только охранник за пультом. Что, кстати, тот и сделал, впуская меня. Думаю, он мельком глянул на монитор, увидел в форме своего и впустил. А может, и не смотрел. Тут, конечно, все строго, но не тюрьма. Хотя, на мой взгляд, тут даже хуже. Я скинул куртку. Наблюдатель был тщедушный, и его униформа мне подошла. Тоже слегка великовато, но гораздо лучше. Далее я окопался в арсенале. Набивал магазины, пистолет-пулеметом, укладывал в подсумки, на себя подсумки и ременную систему накинул, на бедро кобуру с глоком. Хороший пистолет, он мне нравился. На другом бедре нож. Именно с помощью него я глотки всем троим охранником и перерезал. Неплохо вооружился, только, на мой взгляд, арсенал слабоват. Двадцать автоматов и столько же пистолетов. Для пациентов пойдет, но не для обороны. Снарядил я два десятка магазинов, большую часть по многочисленным карманам распихал. Прихватил пять автоматов и, покинув комнату охраны, в наблюдателя я забрал чип, чтобы открыть дверь снаружи, карточка такая, побежал обратно. Открыл две решетчатые двери, не запирая их, и стал открывать камеры. Начал с камеры Федора. Она не сначала, но хотел начать с него. Кстати, я был серьезно так подготовлен. На голове каска, думаю, кевлар, легкая. В комплекте с ней шел набор ночного видения. Я дожил в других жизнях до этих времен и интересовался подобными девайсами. Сейчас он отключен, но пригодится, если выключат цвет. Бронежилет, разгрузка со множеством карманов, гарнитура к рации. Все в черном цвете. В общем, смотрелся, как настоящий спецназовец. Думаю, именно поэтому, когда я открыл дверь, распахнув ее, и стоял в дверях с автоматом на готове, местный Федор выторщил на меня глаза, лежа на койке. «Меня Матвеем зовут», негромко сказал я. «Я подопытный, из другой камеры. Убил лаборанта и пять охранников. Вскрыл арсенал. Ты не против прогуляться к ученым и вернуть им все причитающееся?» Тот оскалился такой жуткой и злобной беззубой улыбкой, что даже я вздрогнул. В глазах плескалась настоящая злоба и ненависть. Однако возраст стал осторожный и пошаркал ко мне. Когда я отдал ему один из пистолет-пулеметов, тот вцепился в него, как утопающий за соломинку, с надеждой и отчаянием. Передав также пару запасных магазинов и ключи другого охранника с запасной комплект, велел открывать остальные камеры. Он справа от своей, я слева. Каждому, кто находился в камерах, они с обеих сторон были, всего 32, пустых не было, сообщали, что готовимся к побегу. К сожалению, набрать боеспособных, считая меня с Федором, удалось 9 человек. Остальные — старики, женщины и дети. Тревоги пока не было, хотя те полчаса, которые лаборант должен потратить, прошли. А ведь его ждут, чтобы сравнить данные с прошлыми днями. Все мы отправились в комнату охранника-наблюдателя. Большая часть вооружилась там из арсенала. Разгрузки, каски, бронежилеты, рации. Я настроил рации на одну волну, тут с шифровальными платами были, и мы направились к исследовательскому центру. Нас было 11. Две женщины, вооружившись, присоединились к нам. Молодые и отчаянные. Схему лаборатории, включая исследовательский корпус, мы уже изучили через камеры и компьютер, что было у наблюдателя. Добравшись до места, шедший впереди парень, бывший омоновец из Вильнюса, принявший сейчас командование, пристрелил охранника на входе. Использовал ГЛОК с глушителем. Несколько таких пистолетов в кейсах нашлось в арсенале, в ящиках шкафов. Там же рюкзаки однодневки того же цвета, что и форма. Я рюкзак прибрал, как и два кейса с пистолетами, патронов отсыпал доверху. Берету убрал в рюкзак. Да, в кармашках разгрузки оставил две светошумовые гранаты и еще шесть в рюкзаке. Также приметил зарядное устройство к рациям. Штук пять на зарядке было. Взял одно адаптированное устройство, заряжаемое от сети или гнезда питания в машине. То есть возвращаться в арсенал я не планировал. Сразу ноги сделаю. Хотя пленных выведем, не без этого. Один из пленников освобождал охранника от униформы. Никому в синих костюмах ходить не хотелось, а у того его размер был. А остальные четверо в черной форме, в масках, уверенно прошли по коридору к концу корпуса. Ученые генетики на нас удивленно смотрели. Трое встретились по дороге, однако ничего, дошли до поста. Именно тут был выход, и ОМОНовец пристрелил охранника уже здесь. Тот, кстати, был вооружен пистолетом и помповым ружьем. Вот это интересно. В арсенале их не было, хотя пустая стойка имелась, да и патроны были 12-го калибра. Дальше действовали так. Трое от выхода начали зачищать помещения, но не захватывая медиков и ученых, а уничтожая их. Автоматы за спину, в руках пистолеты, работали тихо. Окон нет, помещения подвальные, так что оружие с глушителями было нам в помощь. Другие по сигналу, рации нам помогали, начали работать с другой стороны, двигаясь навстречу. Я же сел на место убитого охранника. Тут было три монитора, нанесшие картинки с камер, что находились снаружи. Шесть камер на экране разделены на квадратики. Я видел заснеженный двор, заставленный легковыми машинами, несколько микроавтобусов и два санитарных, будку охранника у ворот, там он и маячил. Ворота мощные, вбок уходят. В общем, в зачистке мне поучаствовать не дали. Старшой, что взял командование на себя, довольно жестко указал мне на мое место, держать выход во двор. Парни, под столами смотрите, эти крысы могут там прятаться. Мой совет, что я дал в эфире, помог, троих нашли и застрелили. Хотя мне тоже повезло, из подсобки выскочили двое, я их и пристрелил, тоже из пистолета. Если уж работаем тихо, так тихо. Судя по растрепанному виду и наспех надетой одежде, те там явно не перекусывали. Спаривались, видимо. Ладно, хоть разнополые были, а то знаю я американцев. Парня я впервые вижу, а вот девушка знакома, кажется, тоже ученый-генетик. Год как тут работает. Зачистка заняла шесть минут, почти три десятка мы уничтожили. Разные ученые и их помощники. Повезло, день рабочий, все на рабочих местах были. Пациенты разгромили лаборатории к чертям, вымещая злобу. Разбивали все, что видели. Дальше, пока двое убежали привезти остальных из арсенала, я передал пост ОМОНовцу. Тот картинки с камер стал внимательно изучать, а сам направился к помещению, что находилось рядом. Это была раздевалка, где работники переодевались в униформу. Оно уже проверено было. Кстати, второй выход был у другого крыла, где арсенал находился. Там же морг, поэтому решили прорываться тут. Ты куда? Тут же отреагировал ОМОНовец. Мы вообще все на нервах были. Адреналин зашкаливал, так что резкий окрик заставил меня вздрогнуть. Однако, остановившись и обернувшись, я сообщил, тут раздевалка, одежда гражданская, деньги, ключи от машин. Я лично собираюсь свалить из Литвы, и средства мне нужны. Да и спасенных я бросать не намерен. Например, деда Федора я доставлю к его семье. Это мой долг. Надеюсь, у другие так же поступят и возьмут на себя труд вернуть пострадавших родственникам, если они у них есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова